Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об одном удивительном изделии Таппервара, которое называется Колбасница или Салами Траукс. И сейчас, по крайней мере, в Латвийском регионе, это изделие есть в специальных предложениях января. Как вы знаете, Таппервара заботится о том, чтобы вы могли сохранить ваши продукты долгое время в свежем виде. И для того, чтобы вы могли продукты хранить отдельно друг от друга, вы знаете, что по санитарно-гигиеническим нормам это норма и это правильно. Так, например, масло у вас должно храниться в масленке. Сыр и различные виды сыра, здесь вы можете смешивать, должны храниться в сырнице. И наша сырница, компания Таппервара, имеет специальный конденсат-контроль, благодаря тонкой мембране которого сыр дышит, дольше остается свежим, не портится, и запахи не перемешиваются внутри сырницы и не попадают в ваш холодильник. И теперь эта коллекция пополнилась новым изделием, как я сказала, это салями-траус или колбасница. Вот так она мило выглядит, довольно-таки симпатичная. Стенки у нее прозрачные и таким образом вы можете видеть, что находится внутри, но при этом верхняя поверхность и нижний бортик у нее шлифованы матовые для того, чтобы не так видны были царапины. Хочу просто рассказать о хитрости, ради которой мы решили снять этот видеоролик. Данная колбасница была придумана дизайнерами для того, чтобы вы могли хранить несколько видов колбас. Я упрощу и скажу так, копченые и вареные колбасы. Не буду говорить про сыры копченые, вяленые, такие-такие-такие, вы будете это подбирать под свой холодильник. Но хитрое заключается вот в чем. Вы можете, эта колбасница может дышать, видите, здесь есть дырочки, а здесь есть такая пиктограмма, как солнышко. И когда вы стыкуете дырочки с солнышком, получается, что воздух попадает в контейнер и колбаса будет дышать. И когда вы не хотите, чтобы воздух попадал в этот контейнер, вы переворачиваете крышку, и теперь солнышко светит, но воздух заблокирован, а здесь дырочки есть, но нет солнышка. То есть воздух во внутрь контейнера не попадает. И нужно определить, для какой колбасы, какая позиция, положение крышки нужна. И здесь, вы знаете, все сообщество топпервара делится на два лагеря. Первый лагерь считает, что копченая колбаса должна дышать, поэтому вот таким образом нужно закрыть. Копченая колбаса должна дышать, поэтому это положение рекомендуется для копченой колбасы. Но у нас есть второй лагерь топпервары-любителей, топпервары-пользователей, которые считают, что и вареная колбаса тоже должна дышать, чтобы она не остановилась склизкой, сколькоской и дольше сохранялась. Так вот, эти лагеря меняются. И есть еще одна версия, по которой копченая колбаса, если является такой вот, видите, очень твердой, высушенной, тогда вы можете заблокировать доступ кислорода, и эта колбаса станет более мягкой, и вам приятнее будет ее и резать, и есть. И этот же лагерь у нас, когда меняют крышку и считают, что вареную колбасу нужно хранить тоже без доступа кислорода, тогда она дольше сохраняется свежим. Что я могу вам сказать? То, как будет здесь храниться колбаса, очень сильно зависит от качества колбасы, которую вы купили, потому что разновидностей очень много, фирм очень много. И что касается вареной колбасы, то вареная колбаса бывает в натуральной оболочке, бывает в синтетической оболочке. Это тоже будет влиять на то, сколько вы сможете хранить ее в холодильнике. И точно так же влияет на работу нашей колбасницы, точно так же будет влиять ваш холодильник. Какой он? No Frost или Fridge Frost? Есть холодильники влажные, в которых по задней стенке холодильника стекает конденсат. Это влажный холодильник, значит, будет больше влажного воздуха поступать во внутрь колбасницы в открытом режиме. Вам нужно это регулировать и подстраивать под себя. Есть холодильники другого типа, где работают вентиляторы, где более сухой воздух, поэтому тоже будет оказывать влияние на то, как работает и колбасница, и сырница. Будьте, пожалуйста, внимательны и экспериментируйте, как вам лучше. Но, чтобы закончить разговор про колбасницу, хочу еще показать вам несколько моментов. Это то, что вы можете хранить колбасу и в таком виде, и вот в таком виде, она более углубленная, когда кому-то нравится один вариант, кому-то другой. И еще многие наши пользователи, многие клиенты используют эту колбасницу вот в таком виде, так тоже удобно, так тоже хорошо. Паштеты кто-то использует таким образом, но мне лично очень нравится вот в таком виде хранить сосиски, в натуральной оболочке, естественно. Закрываете, и тогда в холодильнике порядок, они не лежат в мешочках, не лежат в герметичных мисках, так гораздо лучше. Можно делать разные десерты, салаты и те же заливные, и холодец. То есть вы используете ее просто как емкость, как посуду из безопасного полимера для контакта с продуктами питания, для любых блюд. И еще одна хитрость, это то, что они ставятся друг на друга, вот таким образом вы из холодильника можете доставать сразу два изделия или по одному, и экономится место в холодильнике таким образом. И в вашем холодильнике всегда порядок, всегда чистота, и нет неприятных запахов, вы вообще не знаете эту проблему. И еще нюанс, за который мы очень любим изделия Тапервара, это то, что ваш холодильник не пачкается, нет у вас такой проблемы, как нужно мыть холодильник. Вот, очень рекомендую, у нас в январе замечательная цена на это изделие, так что пользуйтесь с удовольствием.